В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. В городской думе состоялось первое заседание депутатов седьмого созыва. Защита от сезонного вирусного заболевания. В Сарове начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Поздравление с профессиональным праздником. Юные читатели провели акцию ко дню работников атомной промышленности. Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе состоялось первое заседание депутатов нового созыва. Народные избранники сформировали рабочую группу по созданию профильных комитетов. Также внесли изменения в регламент городской думы и утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Подробности в следующем репортаже. Гимн России. Поздравление от директора ядерного центра и председателя территориальной избирательной комиссии. Сразу же после обновленный депутатский корпус приступил к рассмотрению повестки. Центральное место в которой занимали вопросы о внесении изменений в регламент думы и утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Напомним, в ноябре Саров переходит на одноглавую систему управления. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе. Мы это подчеркиваем, потому что на сегодня без альтернативной основы не предусмотрено произбрание главы города. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов будет входить 9 человек. Три депутата городской думы, три представителя будут направлены губернатором Нижегородской области и еще три от госкорпорации Росатом. Правом выдвигать кандидатов на должность главы города является только перечень закрытой по региональному закону, губернатор Нижегородской области, объединение депутатской фракции в городской думе. Депутаты городской думы не менее одной трети от численности. То есть у нас это 34-12 человек могут выдвинуть своим решением, предложением кандидатов к этаполитической партии и иной общественной организации. По сравнению с прошлым выдвижением пятилетней давности, сейчас не предусмотрено выдвижение, самовыдвижение. Невозможность самовыдвиженцам участвовать в конкурсе на должность главы муниципалитета вызвала жаркие споры среди депутатов. То есть самовыдвижение, ограничение, на самом деле противоречит депутатской фракции, поскольку ограничивает права граждан на выдвижение на различные выбранные бонусы. В принципе, Конституции 19 статьи 2 права граждан установлены, в том числе и быть избранными. То есть все равные права. В данном случае еще и 131 закон, именно нам права дает устанавливать порядок работы, это не значит, проведение конкурса. И там нет никаких ограничений по тому, кто имеет право участвовать в конкурсе. Сегодняшний проект решения, то положение, которое предложено, прошло юридическую экспертизу. Есть человек, который абсолютно точно отвечает за то, что там написано. Это руководитель аппарата Городской думы. Все проекты решения, чтобы тоже депутаты, кто вновь избран, они отсылаются в прокуратуру города Сарова. В прокуратуре тоже эти проекты решения смотрят. И нет сегодня, насколько я понимаю, никаких замечаний оттуда. После активных обсуждений положение о порядке проведения конкурса утвердили большинством голосов. Прием документов от кандидатов на должность главы города стартует 1 октября и продолжится до 29 октября. Голосование будет открытым. Претенденту для победы нужно будет набрать 18 голосов депутатов. Более 90% мусора направляется на полигоны, на переработку только 7%. Свыше 700 свалов в границах городов не охвачены программы рекультивации. Ситуация с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу. Об этом говорится в отчете счетной палаты. Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. Объемы твердых коммунальных отходов растут на 1-2% в год. Поэтому в ближайшие 2-4 года в некоторых регионах мощности полигонов будут исчерпаны. При этом возможностей создать новые места для захоронения мусора у большинства субъектов России просто нет. Среди наиболее проблемных субъектов оказались Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. В Нижегородской области, согласно отчету, успешно реализуются региональные программы по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе и раздельный сбор мусора. В ближайшее время на сдачу теста на коронавирус можно будет записаться через портал пациента. Об этом сообщает клиническая больница номер 50. Эта мера направлена на сокращение очередей в поликлиниках, так как в последнее время увеличилось количество посетителей, нуждающихся в заборе москов на COVID-19. Напоминаю, в поликлинике сдают контрольные мазки сотрудники больницы. Пациенты направлены на лечение в стационар. Тесты на коронавирус также нужно сдавать перед и после поездки в санаторий, и по возвращении из отпуска. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» продлили до конца года. Об этом со ссылкой на представителя Банка России сообщает российская газета. Напомним, перевод пенсионеров на карты «Мир» происходил постепенно, по мере истечения действия ранее выданных карт «Виза» и «Мастеркард», и изначально должен был завершиться к 1 июля. Однако в апреле, когда действовал режим самоизоляции, Банк России отложил этот срок на 3 месяца. Теперь он еще раз продлевается. Тем пенсионерам, у кого еще нет карты «Мир», следует оформить ее в том банке, через который происходит выплата пенсии. Кинозал городской художественной галереи приглашает саровчан на примеру фильмовыставки «Люсиэн Фрейд. Автопортрет». Он посвящен творчеству одного из самых известных и одновременно оригинальных художников 20 века – Люсиэна Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, искусство которого стало определяющим для художественной жизни Лондона середины прошлого века. Очередной показ фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 1 октября. Начало в 6 часов вечера билеты в кассе галереи. Для лиц старше 18 лет. Обладатели нерв-бластеров приглашают в Клуб здоровья Центра внешкольной работы. В воскресенье 11 октября там пройдут бои стенка на стенку, заморозка и три команды. В перестрелках с использованием нетравмоопасных бластеров могут принять участие все, кому уже исполнилось 10 лет. На игру необходимо принести свое оружие, защитные очки и сменную обувь. Подробности в группе «Нерв Сарове» ВКонтакте. Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Виктор Малеев. «Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато. А потом начнется постепенное снижение. Пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», сказал Малеев. По его словам, дополнительные новые ограничения сейчас не требуются. Ранее руководитель ведомства Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики. Между тем, из-за эпидемиологической обстановки в Москве с 28 сентября людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями советуют соблюдать домашний режим. Работодателям также рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Из-за осеннего распространения простойных заболеваний с 5 октября московских школьников отправляют на осенние каникулы, которые продлятся две недели. Закроют также учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику. В России за сутки опасным вирусом заразились 8232 человека. В Нижегородской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Сарове за сутки COVID-19 зафиксировали у 12 горожан. С наступлением осени медики рекомендуют не пренебрегать и прививкой от гриппа. Масштабная вакцинация в стране началась в сентябре. Бесплатно привиться можно во всех взрослых и детских поликлиниках, а также в пунктах мобильной вакцинации, которые разворачиваются в торговых центрах и на улице. О том, как в Сарове работают мобильные прививочные пункты, смотрите в следующем репортаже. Еще до прибытия медицинского автобуса возле магазина «Пятерочка» на Ленина начал собираться народ. Бесплатно привиться сюда пришло более 50 человек. И пока автобус стоял на парковке, к нему подходили все новые люди. Я пришла прививку сделать от гриппа, потому что сейчас в эпидемию очень популярна данная прививка. И делают бесплатно абсолютно. Конечно, вот такие прививки очень удобно делать, чтобы не только туда идти, где много больных и можно заразу подцепить, а на улице, мне кажется, даже как бы это намного безопаснее. Прививаться в наше время нужно, чтобы не заболеть, но профилактически нет. Без предварительной записи можно было зайти в кабинет на колесах и после медосмотра получить укол. Саровчане в возрасте до 60 лет прививались на выборы вакцинами «Флюэм» или «Савигрипп». Горожане старше 60 лет – только вакцины «Савигрипп». Вакцины у нас обе инактивированы, содержат два штамма вируса, вируса типа А и типа Б. Вирус штамм типа А содержит штамм H1N1 и H2N3. Значит, ну вакцины, я думаю, переносятся хорошо. Честно говоря, я не рассчитывала, что сегодня будет столько желающих. Для меня прямо это открытие. Обычно как-то у нас люди скептически к этому относятся. Сегодня я приятно удивлена. После укола врач инструктировал саровчан, как грамотно вести себя после прививки, чтобы не навредить здоровью. Мобильная бригада медиков дежурила и в Старом, и в Новом районе города. Забор вокруг частного дома не стал помехой для преступников. Ночью с придомовой территории на улице Гоголя они украли велосипед и самокат. Двухколесный транспорт стоял возле дома, не пристегнутый замками. Злоумышленники без труда перекинули технику через забор и скрылись. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В 160 тысяч рублей лишилась саровчанка. По телефону якобы сотрудники банка сообщили женщине, что на ее имя оформлен кредит. Для того, чтобы его погасить, ей необходимо перевести крупную сумму денег на указанный номер счета. Гражданка, прослушав все инструкции, пошла в банк, сняла свои деньги с вклада, то есть 160 тысяч рублей. Дальше проследовала к банкомату и перевела на счет, представленный злоумышленниками, всю сумму. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». На улице Советской злоумышленники разбили стекло автомобиля ВАЗ-2115 и украли из него видеорегистратор, провод АУКС и подставку для сотового телефона. Ущерб оценивается в 4300 рублей. По данным факта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса кража. На дорогах за минувшую неделю произошло 7 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Балыковской мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет. В следствии чего получил телесное повреждение в виде ушиба левого плеча и был доставлен в КБ-50, где ему была оказана медицинская помощь. И потом он был отпущен домой на излечение, так называемое амбулаторное. Ничего страшного там нет. Обычный падение с мотоцикла. На минувшей неделе сотрудники правопорядка провели операцию «Дебитор». В ее рамках они выявили 15 должников, которые своевременно не оплатили административные штрафы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Традиционно в сентябре сотрудники госавтоинспекции совместно с первоклассниками первого интерната проводят акцию «Шагающий автобус». Юным школьникам объясняют и наглядно показывают, как можно и как нельзя вести себя на проезжей части, на что нужно обращать внимание во время движения. Маршрут шагающего автобуса в этом году проходил через участки дорог, которыми чаще всего пользуются дети. Такие мероприятия, наверное, полезно проводить с педагогами, с сотрудниками ГИБДД, чтобы действительно дети, наверное, на примере уже сотрудника даже ГИБДД посмотрели, как правильно дорогу переходить, какие ошибки допускаются, какие скрытые ловушки постерегают детей по пути, например, из дома до школы. К празднованию Дня работника атомной промышленности присоединились и юный читатель библиотеки имени Пушкина. 28 сентября участники объединения посткроссеров и нокаутов сопровели уличную акцию. Ребята вручали прохожим поздравительные открытки с синквейнами о физиках-ядерщиках. Такие почтовые карточки отправятся в детские библиотеки городов присутствия Росатома. Из лекции Озельдовича ребята узнали, что физик создал модель распространения плоской детонационной волны в газе. Подкаст про Сахарова рассказал о создателе водородной бомбы. А акция «Ученый фронт. Все для мира» открыла для ребят важность проделанной саровскими учеными работы. К 75-летию атомной отрасли библиотека имени Пушкина провела целую серию мероприятий, которые помогли школьникам погрузиться в историю советского атомного проекта. Мы очень хорошо проработали, глубоко проработали краеведческую литературу. А краеведческая литература – это достаточно сложная литература, которая посвящена этим ученым. Мы ее переработали, адаптировали для школьников вот таким образом. То есть вот эти познавательные подкасты или, иными словами, аудиостранички, которые выставляются в интернете, это адаптированный материал, который могут прослушать в том числе и школьники, рассказанные более понятным языком. Послушав беседы и передачи, школьники создали тематический синквейн – стихотворение, написанное по определенным правилам. Его ребята разместили на праздничных почтовых открытках, которые отправили в детские библиотеки городов присутствия Росатома. Будет интересно их получить, так как отправляются из другого города, и им будет приятно то, что о них знают, и отправляют из совершенно другой части страны вот такие открытки. Оставшиеся открытки с поздравлениями и секвейнами ребята вручали прохожим. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова